Привет всем! И мы продолжаем говорить на тему, как изменить свою жизнь. Мы должны знать секрет. Изменение жизни происходит исключительно от изменения нашего мышления. Люди, не зная этого таинства, допускают в свою голову, в свой разум множество разных негативных мыслей, образов. Вы знаете, что мысль, она сама по себе не выражается в словах, она не выражается в числах. Мысль выражается всегда в образах и картинах. Поэтому у человека есть воображение. И когда человек, он о чём-то думает, перед ним всегда рисуется определённый образ. И если человек не знает этой тайны, что каждый образ, который повторяется в твоей голове, через некоторое время, которое я называю инкубационным периодом, эта мысль будет рождена и материализована в физический мир. Точно так, как женщина, которая забеременела. 9 месяцев она вынашивает ребёнка, и никто этого не видит. Ребёнок внутри, но ребёнка не видно. Но потом он рождается в этот мир. Точно так, когда человек, он принял какую-то мысль, если эта мысль негативна, у него страх, что он заболеет, у него страх, что заболеет кто-то из его близких, у него страх, что произойдёт что-то плохое в его жизни, он потеряет деньги. Эта мысль, если она повторилась несколько раз, произошло зачатие. И человек, не зная того, буквально вынашивает, как беременный, эту мысль. И проходит инкубационный период, проходит время беременности, и потом эта мысль, она рождается в физический мир, материализуется. И именно то, чего человек боялся, именно это с ним происходит. К сожалению, очень мало людей знает об этой тайне и об этом секрете. Но сегодня этот секрет открывается для тебя, для того, чтобы ты мог изменить свою жизнь, для того, чтобы ты мог стать самым счастливым человеком на свете. В самых сложных ситуациях в моей жизни, которые только бывали у меня, я прибегал к этому великому закону, великому закону материализации мыслей. И когда обстоятельства складывались так, что выхода нет, и казалось, что всё уже произошло, и ничего не вернуть, я закрывал глаза, и я представлял себе, что я победитель. Я представлял себе, что ситуация, она завершилась совсем не так, как это выглядит сейчас. Я представлял себе, что я стою, и я счастливый. И всё развернулось абсолютно по-другому. И вы знаете, каждый раз я представлял это в деталях. Я достигал той точки, когда я начинал буквально это чувствовать. И происходило чудо. Друзья, происходило настоящее чудо каждый раз. Всё, о чём я думал, и всё, что я представлял, оно материализовалось. И я уже видел это своими физическими глазами. Потому что на самом деле именно духовный мир управляет физическим миром. Духовный мир, он буквально контролирует физический мир. Но как духовный мир контролирует физический мир? Через что это происходит? Дорогие друзья, это происходит через наше мышление, через наши мысли. По-другому этого не происходит. Поэтому если человек узнал эту тайну, что духовный мир, который контролирует буквально весь физический мир, обстоятельства нашей жизни, состояние наших финансов, состояние нашей души, нашу семейную сферу, здоровье, всё, всё абсолютно. Я вам скажу, когда человек узнаёт об этом и берёт под контроль своё мышление, понимая, что мысль — это есть тот канал, через который произойдёт материализация. И осуществится в твоей жизни ровно то, что ты думал, ровно то, что ты представлял, те образы, которые были в твоей голове. Мне хочется сейчас сказать каждому, вам нужно начать с того, чтобы брать негативные мысли и сознательно удалять их из своей головы. И на их место буквально внедрять позитивные образы, представлять эти картины, картины победы, того, как вы хотите себя чувствовать, того, кем хотите себя видеть. С вами произойдёт чудо. В следующей передаче мы поговорим больше об этом.